всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 15 августа я вот продолжаю вам рассказывать о разных томатах во время того как я их разрезаю показываю вам и сейчас я хочу ответить на вопрос который очень часто звучит и в комментариях и вообще пишут люди просят назвать сорт наиболее подходящие например для коммерческого использования что это значит но это значит тот сорт который легче всего продавать который хорошо хранится транспортируется у которого хороший внешний вид короче товарный выход чтобы был без ущерб ну как без отходов таких томатов конечно много вот сейчас спеют пальчиковые это зависит от того или вы хотите раннюю продукцию продавать когда цена наиболее высокая или вы хотите позднюю продавать когда идет массовая вот это засолки заготовки томатопродукты я сейчас хочу рассказать о сорте которые используются для ранней торговли потому что это раннеспелый сорт я сама конечно никогда в жизни не продавала потому что вы понимаете что при моем количестве томатов я никак не могу физически сидеть на рынке но так как я живу в частном секторе у нас многие соседи ходят на рынок продают пенсионеры и вот этот сорт джина о котором я хочу вам сказать у нас один из самых популярных ранних сортов сейчас расскажу о его достоинствах и почему он вошел вот в список вот таких популярных сортов для торговли ну во первых потому что он неприхотливый это ранний сорт а во вторых вместе с ранней спелостью он еще обладает крупноплодностью вот смотрите какие томаты это уже вот сейчас август это еще не первые на первых вообще до 350 граммов на первых кистях может вызреть и то что он у него идеальный вид он ровный вот такая классическая помидорная форма плоско округлая яркий цвет и у него никогда нет ни трещин никаких то уродств я уже говорила нет махровости на цветах то есть цветы не слепляются всегда индивидуальные посмотрите они какие красивые они все что крупные одинаковые красивые что идут мелкие они мельче но они точно такой же формы и еще большинство ранних томатов они все-таки у нас или трехкамерные или четырехкамерные которые никак мы не можем отнести к бифтоматам к мясистым сахаристом а вот этот джина несмотря на свою раннюю спелость несмотря на вот такую вот ускоренное созревание она все-таки относится к бифу больше потому что смотрите какие у нее на разрезе плоды многокамерные она вообще красная а внутри когда разрежешь видите вот этих малиновые такие разводы и она если ее как кушать дождавшись полностью зрелости она очень вкусная мясистая такая ну и конечно покупатели это уже давно оценили по достоинству некоторые на прям специально приходят и узнают о джина джина у нас сибири джина очень популярна опять же видите из-за того что и мякоть мясистая и на вкус вкусная и неприхотливая потому что забыла еще сказать что она детерминатная она невысокая 70 сантиметров ее можно без посынкования выращивать некоторые даже без подвески выращивают и вот эти все достоинства в совокупности превратили ее в такой успешный сорт для томата для использования в коммерческих целях то есть для торговли вот когда вы наложите наложите накладете полный прилавок например вот таких вот томатов классической ярко-красной формы все один как один к одному как на подбор ясно что они сразу притягивают глаз и покупатели очень хорошо идут на эти томаты потому что вы знаете что есть томаты бледненькие есть томаты форма неправильно а это тут сочетается все в ней прекрасно так что если хотите весной но не весной в начале лета немного использовать свой огород как источник дохода хотя бы чтобы в тот же огород что-то купить новую теплицу или что сорт джина будет идеальным вашим помощником для вот ранней для торговли ранней продукции все у меня в каталоге он номер 12 можете информацию о нем в интернете дополнительную посмотреть ничего сложного выращивания этого сорта нет вот этот сорт идеален для торговли